Добрый день! С вами Юлия Сапельняк. Наш сегодняшний урок из серии уроков по грамматике сербского языка посвящен отрицательным местоимениям, или по-сербски это называется «Одричная замениться». Что такое отрицательное местоимение? Наверняка вы встречались с необходимостью сказать в своей речи что-то типа «Никто, ни с кем, ничего, никак, ни о чем» и так далее. И возникает вопрос, как это сказать по-сербски. Вот такие местоимения с отрицательной приставкой «Ни» их называются отрицательными местоимениями, потому что они отрицают наличие чего-либо. Итак, в сербском языке тоже есть подобные слова. Вот вы их видите. Это слово «Ништа», знакомое вам, скорее всего. Обозначает оно «ничего, ничто», «Нико», «Никто», «Ниедан», означает «Никакой» и имеет формы женского рода «Ниедан», и «Ниедан» – это средний род. Также у него есть формы множественного числа. «Никаков» – это тоже «Никакой», но «Ниедан» – это как бы ни один из имеющихся, ни один по счету, а «Никаков» – это по качеству. И слово «Ничи» тоже имеет форму «Ничия», «Ничие» женского и среднего рода. Это «Ничей» или «Ничейный», то, что мы говорим по-русски так. Эти слова имеют свое склонение. И здесь вы видите в таблице склонение местоимения «Ништа», «Ничего». Посмотрим на него. Именительный падеж – это просто «Ништа», родительный падеж – «Ничега». И заметьте такую важную особенность. Часто в падежах мы используем какие-либо предлоги. Если мы используем предлог, то он разбивает вот это местоимение на две части. И получается «Ни от чега» – «Ни от чего» или «Ни из чего». То же самое «Ничему» или «Ни ко чему», «Ни к чему». «Ништа», «Ни за что», «Ни для чего». «Ничим», «Ни с о чим», «Ничем» или «Ни с чем». И «Ни о чему», «Ни о чем». В локативе тут всегда должен быть какой-то предлог, поэтому тут только форма с предлогом возможна. Это таблица, которую вам нужно запомнить, возможно, выписать себе. Вторая таблица – это склонение местоимения «Никто», «Ни ко». «Ни ко» – «Никто», «Ни кога», «Ни кого». И снова та же самая история. Если появляется какой-либо предлог, то он разбивает на две части это местоимение. «Ни от кого», «Ни коме», «Ни какоме», «Ни кога», «Ни за кого», «Ни ким», «Ни саким» и «Ни о коме». То есть «Никому», «Ни к кому», «Никого», «Ни для кого», «Ни кем», «Ни с кем» и «Ни о ком». Теперь посмотрим на вот эти местоимения «Ни едан», «Ни каков» и «Ни че». Они склоняются так же, как обычные прилагательные. Если вы знаете склонение прилагательных, то это несложно. То есть их род и число зависит от того, какой будет род и число у существительного, стоящего рядом с ними. Для примера давайте сделаем одну таблицу, на основе которой вы можете потом все остальные слова также изменять. Возьмем местоимение «Ни каков», «Ни какой». У него есть мужской род и средний род, они очень похожи. Женский род и множественное число. В мужском роде «Ни каков» или «Ни какво». Если это средний род, то «Ни какво». В родительном падеже уже нет разницы между мужским и средним «Ни каквок», дательный «Ни каквом». В акузативе в винительном падеже снова появляется разница между мужским и средним родом «Ни каквок». «Ни каково» и «Ни какво» – это средний род. «Ни каквим» – «Ни каким» и «Ни каквом» – «Ни каком». Посмотрите на женский род. Тут все абсолютно точно так же, как в любом прилагательном. И во множественном числе, в общем, тоже как в прилагательном, только есть разница между именительным и винительным падежом в зависимости от рода. Никакви – это никакие мужского рода, никакве – это никакие женского рода, и никаква – это никакие среднего рода. Здесь в винительном падеже никакве – никакие мужского рода, никакве – женского рода и никаква – среднего рода. Вот так немного запутано, но в остальных падежах формы одинаковые. Эту таблицу вы можете просто переписать, и если вам понадобится просклонять, например, местоимение «ниедан» или «ничи», то, соответственно, вот по этим окончаниям будут подобные же окончания. Или просто возьмите любое склонение прилагательных и к нему обратитесь. Теперь небольшое задание – перевод на русский язык. Это предложения, в которых используются подобные слова. Я прошу вас перевести, остановить этот видеоурок, дать себе время, может быть, немного почитать, и попробовать перевести на русский. И когда вы будете готовы, можете продолжить смотреть урок, а я сейчас начну комментировать эти предложения. Так, первое предложение. Видели мы ничью мачку? Тут очень просто. Мы видели ничью или ничейную кошку. Как видите, ничью склоняется к падежам. Это винительный падеж. Не веруем ни у какву политику. Я не верю ни в какую политику. Тоже разбивается здесь местоимение «никакву». Разбилось на две части за счет того, что появился вот этот предлог «у». Ни сам упознау никого. Я не узнал никого или я не познакомился ни с кем. Коя блуза ты си свиджа? Ни една миссия не свиджа. Какая блузка тебе нравится? Никакая мне не нравится. Или ни одна мне не нравится. То есть здесь из ряда представленных ни одна не нравится. Именно ее порядок, а не качество. Никогда не си задовольна ничим. Ты никогда не довольна ничем. Видите, как много отрицаний. Никогда не довольна ничем. Ни от кого, нисмо добили поклон. Это местоимение «ни ко». И это его родительный падеж. Ни от кого. Не знам ништа. Я не знаю ничего. Вот это мы переводим. Мы ни от кого не получили подарок. Да, это я не знаю ничего. Не виджам се ни саким. Я не вижусь ни с кем. Местоимение «ни ко» в форме творительного падежа. Не мислим ни о коме. Я не думаю ни о ком. Это тоже «ни ко» в форме предложенного падежа. Ну, я думаю, что несложно было справиться с этим заданием. На всякий случай здесь есть перевод, который вы можете потом использовать для того, чтобы самостоятельно перевести с русского на сербский и уже свериться с этими ответами. Идем дальше. Следующее задание. Поставить местоимение данной в скобках в правильную форму, учитывая их падеж. Тоже можете это сделать письменно, остановив видео. И сейчас я перейду на следующий слайд, чтобы показать правильные ответы и прокомментировать. Первое предложение. Тут у нас было местоимение «никто», «ни о ком» – это так и будет «ни о коме». Я не в восторге ни от чего. Ничто меня не радует. Это творительный падеж «ничем». Овоя ничья кутия – это ничей дом или ничейный дом. Не размышлямо ни о чему. Не думаем ни о чем. Этот предложенный падеж – местоимение «ничего», «ничто». Не говори ни с кем. Он не говорит ни с кем. От слова «никто» – творительный падеж. Не могу без тебя ни одного секунды, ни одного момента. Ничто не рекао. Он ничего не сказал. Не чекам письмо ни от кого. Я не жду письмо ни от кого. Это родительный падеж. То не ма везе ни с каквом политиком. Это не имеет отношения ни к какой политике или это не связано ни с какой политикой. Тоже мы разбиваем здесь местоимение, которое было тут дано «никаков». Разбиваем его на две части, потому что здесь есть предлог. И ставим творительный падеж. То есть везде, где был предлог, я надеюсь, что вам удалось разбить на две части местоимение для того, чтобы между этими частями поставить предлог. Вот такое небольшое задание, небольшой урок по важной теме. Больше уроков вы найдете на сайте serblank.ru. И до встречи в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok